приветствую вас друзья инвесторы на канале про инвестиции казахстане с вами роман и сегодня мы разберем итоги отчета именно халык банка все долгое время спрашивали в комментариях когда же выйдет отчет так вот его предоставили сегодня мы с вами попробуем разобрать немного посмотрим что по итогу получилось за первое полугодие 2022 года какие результаты получил халык банк также посмотрим что происходит на фоне этих новостей с акциями ну и разумеется поговорим про то какие целевые цены ставят по котировкам именно халык банка но обо всем сейчас более подробно как раз таки с вами разберем но если данный формат и тема вам интересно можете уделить всего пять секунд для то чтобы подписаться и нажать на колокольчик чтобы не пропускать все новые видео ну принципе если посмотреть на торги сейчас уже торги проводятся соответственно видим что был хороший отскок на коростки вот этих хороших новостях потому что банка читался очень даже хорошо и по отчету в принципе мы с вами можем сразу посмотреть какие были изменения я выделил именно главные основные так сказать критерии на которые я обычно обращаю внимание то если посмотреть на финансовые итоге полугодия и второго квартала 2022 года по мсфо то за шесть месяцев за полгода то есть чистая прибыль банка составила 281 миллиард тенге это на 24,8 процента выше чем год назад соответственно чистый процентный доход 298 миллиардов тенге это тоже прирост на 22,9 процента стоимость риска по займам составила полтора процента годовых ранее было 02 здесь немного подросли конечно то есть рентабельность активов составила 34 3 процента против 29 и 9 по итогам первого полугодия 2021 года операционные расходы 95,6 миллиарда то есть тоже немного приросли но с начала года 2022 года то есть капитал банка увеличился на 191 и 1 миллиард тенге а это почти 12,1 процента то есть видим что у банка принципе положение довольно таки хорошее принципе вы можете поставить на паузу либо найти на сайте косе именно отчет и сами уже более подробно с ним ознакомиться если посмотреть только на второй квартал то есть второй квартал это вот средний столбец да то здесь мы видим что чистая прибыль за только второй квартал составила 157 миллиардов тенге а чистый процентный доход 154 2 миллиарда стоимость риска по займам тоже составила полтора процента но ранее было 08 а также рентабельность выросла на 37 и 5 процентов операционные расходы и 49 и 9 миллиардов то есть банк по-прежнему отчитался очень даже хорошо то есть видим что у банка сейчас дела идут более чем отлично и если посмотреть в принципе в целом на весь банковский сектор казахстана тоховый банк по-прежнему остается одним из самых крупных банков казахстане с очень большим так сказать собственным капиталом и балансовая стоимость которого в принципе сейчас довольно таки низкая соответственно на фоне такого сильного отчета мы с вами видим что банк котировки подскочили то есть с района 113 на 118 уже ушли то есть на 5 деньги за один день можно сказать уже подскочили мы до с вами точнее за два дня если посмотреть на депозитарные расписки которые торгуются у нас в лондоне то здесь мы видим что мы пробили тоже отметку в 10 долларов торгуемся чуть больше 10 долларов есть тоже видно что после публикации отчета немного так сказать взлетели но это было ожидаемо потому что отчет как я и говорил довольно таки хороший пока банку ничего не предвещает так сказать в этом плане беды если посмотреть на прогнозы которые сейчас дают различные аналитики то видим вот такую вот показатель здесь видим что среднее значение ставят 202 тенге то есть рост на почти 80 процентов прогнозируют на ближайшие 12 месяцев но я не был бы так пессимистично оптимистично точнее настроен потому что все равно большую часть своей так сказать роста акций именно халык банка берут на себя именно дивиденды от которых они решили конечно же в этом году отказаться чем мы уже с вами делали предыдущие видео но все равно все сейчас активно покупать рекомендует но здесь конечно выбор стоит за вами я потихоньку набирал пока была цена где-то 110 тенге даже по 108 тенге по покупал чтобы усреднить немного цену например детском портфеле сейчас у меня цена средняя вообще 157 и здесь я тоже немного пытался усреднять но как видите пока еще цена довольно таки у меня средняя высокая поэтому сюда конечно по такой цене даже можно немного будет прикупить чтобы немного сравнять так сказать и выровнять эту позицию и вот теперь я очень хорошая новость для нас как для инвесторов то есть села умудшая ахметова то есть села банка халык банка а сказала что они могут рассмотреть вопрос о выплате дивидендов середине сентября 2022 года то есть как это было именно в к видный год 2020 то есть там тоже отменили начале дивиденды но потом вернулись к этому вопросу в сентябре и выплатили дивиденды скорее всего возможно учитывая хорошие показатели банка то дивидендам могут вернуться а это значит что бумага может очень сильно вырасти именно как раз таки на объявлении предварительных то есть итогов под дивидендов если они будут выплачиваться соответственно бумага начнет активно расти поэтому здесь я тоже следите за всеми новостями если вы инвестируете в халык банк то касается именно цены то есть рекомендации именно от freedom а сейчас они ставят целевую цену 195 тенге то есть потенциал роста составляет 67 процентов почему они ставят такую цену и также именно о том что халык банк объявил о финансовых результатах по итогам второго квартала 2022 года первого полугодия отчет можно назвать позитивным за счет дальнейшего роста процентных доходов кредитного портфеля и чистой прибыли прибыль на акцию по итогам квартала составила 14 и 4 тенге и является разумеется новым рекордом модели оценки мы повысили стоимость капитала и процентные расходы на фоне роста базовой ставки однако это было компенсировано улучшением прогнозов по чистой прибыли на 2022 год за счет более значительного роста доходов в итоге мы повышаем нашу оценку до 195 тенге с потенциалом роста в 67 процентов и дают они рекомендацию покупать весь вот такой прогноз по акциям халык банка от freedom а как я и говорил вполне возможно что бумагу могут разогнать если объявить дивиденды то можно сказать по итогу отчет очень хороший позитивный видим что банк по-прежнему зарабатывает очень хорошие доходы имеет от своей деятельности к тому же если вернуться к вопросу о выплате дивидендов цена акции разумеется вырастет поэтому следите за всеми новостями если будет информация по дивидендам разумеется я вам всем сообщу об этом сделаю сразу видео если видео был вам интересным полезным можете поставить лайк подписаться на канал и пишите комментарии я желаю всем удачи помните что дорога силит идущий